Иду в квартиру, двухкомнатная улица Голубинская, 29, корпус 2. Такая панорама, парк 30-летия района Ясенева. Привет! Так-то эта станция называлась Битцевский парк раньше, а сейчас Новоязевская. А Битцевский парк это уже, по-моему, там легкое метро, которое в Бутово едет. Станция прямо у самого Битцевского леса. Здесь еще есть парк 30-летия октября, что ли он называется. Иду в квартиру, двухкомнатная улица Голубинская, 29, корпус 2, дом П-3, серия. Он крутой, кстати, на Алипийской серии. Он 1970-го года постройки. Сейчас пойдем посмотрим. Кстати, 23-е сентября в Москве. Руки мерзнут, голова мерзнет. Такая панорама, парк 30-летия района Ясенева. Очень качественно сделали это. Он прямо у метро находится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От метро дорога очень приятная. 900 метров, 11 минут пешочком, через парк, мимо церкви. Кстати, у церкви территория тоже очень большая, комфортная. Там можно погулять при желании. Метро Новоясневская. Есть автостанция, есть большой рынок. Там конечная. Круг троллейбусов. Там пересадка на станцию Битцевский парк. Кстати, Новоясневская раньше и называлась Битцевский парк. Потом стал Новоясневский парк. Это пересадка на Бутовскую ретку. То есть можно уехать в Бутово. Там уже открытое литро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Про Яснево знаю, что образовался в 70-х годах. Начале 70-х годов, как район Яснево. Знаю, что стоит на месте деревень. Голубинская. По-моему, узкая. И Яснево. Есть школа искусств. Британская школа. Редактор субтитров А.Семкин Район, правда, живописный. Такие дорожки. Здесь все зелено очень. Тротуары качественные. Конечно, сильно отличается от 90-х конца и начала 2000-х, когда я здесь жил. Так, справа лицей. Слева школа искусств. Сейчас покажу ее. Обзор, кстати, местами на iPhone снят XS Max. Мне качество нравится гораздо больше, чем на GoPro 6. На GoPro все какое-то серое, нецветное. На iPhone все так четко видно. Так, ну это лицей. Номер не запомнил. Вижу только, что он очень чистенький. Спортивные площадки хорошие. Там баскетбольные, волейбольные, турники все есть. Пойдем к прудам, в ту сторону. Там каскад из трех прудов. Сейчас посмотрим. Наш дом, кстати, вон там. Вид здесь очень хороший. Наш дом 29, корпус 2 посередине. Жалко, окна квартир не в эту сторону. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, про дома. Это все те же P3M, олимпийская серия, постройки 1980 года. Считается довольно-таки неплохого качества дома. Считаются за эти деньги. Гаражики любимые, куда же без них. Кстати, наша квартира находится на восьмом этаже. Что тоже очень классно. Совсем высокие этажи, многие не любят. Низкие тоже, понятно, не нравится. Там темно, сыро. Средний этаж, восьмой, очень классный. Поцентки плюс. А, кстати, скажу про деньги. В среднем двушки в таких домах, в Ясенево, в этой локации стоит 180 тысяч рублей за метр. Ну, там уже плюс-минус, в зависимости от ремонта. А так, в среднем 180-182. Даже, наверное, так. Во дворе площадка, детский сад. С детским садом, кстати, вообще очень круто и удобно. Ребенка завел на работу. Также обратно. Подъезд по классике все. Чистенький, консерв есть. Плиточка. Листы КФЗ. Все то же самое. П-44Т, П-3М, П-3, П-44К, площадки одинаковые. И там можно четыре квартиры там. Так, ну, пойдем по квартире. Мы в таких уже были. Но все равно еще раз покажу. Это балка несущая. В общем, душка 54 метра. Налево большая комната. Эй, привет. Налево большая комната. Здесь 19, если не ошибаюсь. Потолки 2,60. Тихо. То есть так все выглядит прямой. Ух ты. Балкон. Сейчас балкон открою. Жалко, темного. Упро ничего не показывает. Это южная сторона. Там все. Магазины, школы, лицеи. Британская школа. Выше. Так, направо туалет, ванна. Дресолька. Здесь шкаф встроенный. Протемно. Ванна в этих домах хорошая. Машинка встает. Вообще не вопрос. Сама ванна 174, по-моему. Кухня 9,2 или 9,6. Они здесь разные. Плавают там плюс-минус полметра. Вид из окна здесь крутейший. Посередине короб. Некоторые его вырубают. Слава богу, в этой квартире оставили. Потому что я снимал когда-то квартиру в Крылатском. Там подрубили этот короб. Пришлось химичить. Для того, чтобы ипотеку продать квартиру. Короб восстанавливали. Здесь 14,5 должно быть. Но у меня бы ты и нет. Все по памяти говорю. Вторая комната. В принципе, все в линейку. Линейку я имею в виду расположение. Так, здесь тамбур. Тамбур на 4 квартиры. Но 2 квартиры закрылись. Своей собственной дверку. Такое бывает. Вид из окна сниму. На GoPro получается паршивый. На айфон лучше, наверное, разный. Южная сторона. Супермаркет. Под окнами здесь, по-моему, сабвес. Очень красиво. Ну все. Сходил. Посмотрел. Здесь, кстати, можно еще дойти до метро Ясенева. Одинаковое расстояние. Ну, расстояние может чуть разное. Но по времени примерно одно и то же. До метро Ясенева. Но я пойду до Новоясенева, если мне так больше нравится. Квартира 54 метра. Восьмой этаж. 9,2 кухня. 14,5 и 19. Комнаты. Балкон есть. Туалет ванны раздельный. Что еще сказать? А, про цены сказал. Ну, я думаю, без ремонта она в районе 10 у меня продастся. По времени, конечно, не очень понятно. Потому что сейчас сентябрь какой-то... Ну, сентябрь, как правило, не очень активный месяц в продажах недвижимости. Ну, посмотрим. В общем, звоните, пишите лайки, ставьте. А то и не ставите лайков почти. Очень непонятно мне. Почему? Это дорога к метро. Нам посередине. Кстати, интересное наблюдение я чуть не забыл. Если вы откроете ЦИАН и попробуете найти аналогичной этой квартире к продаже найти, то вы, в общем-то, ничего не увидите. Вообще. Ну, максимум, две квартиры в том квадрате в районе Голубинской улицы. Голубинская, Паустовская, где я только что был. Максимум, одну-две в продаже вы увидите. Интересно, да? О чем это говорит? Что люди просто не хотят отсюда уезжать. А если уезжают, то с большой трудом. Интересное решение. Метростроица в Московской. Вон тот выход красивый, стеклянный, новый. А этому выходу уже лет 300. Вон там вдалеке. Это вход в станцию метро Бицепский парк. Он был очень долго заморожен. То есть была станция Бицепский парк раньше, которая сейчас Новоясницкая. А тот выход он уже был. Та таблетка уже стояла, но она была очень долго заморожена. Только сейчас заработана. Да, в той стороне рынок, в той стороне автостанция. Я знаю, из Украины туда автобусы приходят. И там уже конечный троллейбус автобуса. Ну, все. Замолкают. Поехали. Уважаемые пассажиры, в погоде поезда держитесь за поручни.